Продолжение следует... Это не совсем центр, это просто район. Дело в том, что модель от Барселоны отличается именно этим. Здесь самые обыкновенные, простые районы любой средней семьи выглядят очень приятно, очень чисто, очень красиво. Чего нельзя сказать о Барселоне, в которой или должны быть очень изысканные районы, или обыкновенные улицы достаточно неприятные на них находиться, особенно уже когда темно. Здесь такого нет. Это самый обыкновенный район, недорогой и недешевый, несмотря на то, что в Матведи все дорого, очень дорого, но по сравнению с центрами, с высшими зонами, это самый нормальный район. Напротив мы еще раз замечаем обыкновенные независимости 19 века, войны 19 века. Вот прям напротив чуть побольше, чем в самой Барселоне. Город, который всегда придает положительную энергию, хорошую обстановку, добрую. Погода здесь континентальная, то есть не средиземноморская. Это означает зимой очень холодно, летом очень жарко. Зимой очень холодно. Континентальность. Это 19-20 век, начало 20-го, а потом уже как бы старый город, старый район, это 17-18, иногда, конечно, 16 век тоже встречаем. Музей современного искусства с левой стороны. Ай, он пужой. Эста венга, инфренте. Альдерит, и с таки. Министерство агрикультуры 19 века. А справа с парадыжа есть дорожная стация Аточа. Самая первая, которая появилась в Мадриде, тоже 19 век. И это там, где произошел вот этот теракт, месть ислама, там, где взорвали поезда. Напротив Филипп, уже Бурбонская, извини, династия, пристроила вот это министерство агрикультуры. Сейчас мы с вами въезжаем на проспект Праду. Вот вся эта улица называется Праду, потому что с правой стороны скоро мы увидим само здание этого музея, которое изначально было открыто в 19 веке, но как музей естественной истории. Потом постепенно разные короли стали дарить одну картину, две картины из своих личных коллекций, живописи этому музею. Пока постепенно набралось столько подарков, что уже открыли отдельный зал, именно живописи, после которого уже после потери Исабель II, то есть после ее изгнания с трона, открыли вот этот музей уже в конце 19 века, как музей Праду. Вот он, это типичная неоклассика, очень строгое, сдержанное здание, строгий, сдержанный стиль. И завтра мы будем с вами находиться именно вот здесь. Это Праду, аллея Праду. Вот это гостиница Ридс, одна из самых дорогих гостиниц. Посмотрите, Нептун, неоклассика греческая мифология. И это один из символов, не Нептун, а в Сибири, который мы будем видеть. Это богиня, сидит в карете, запряженной львами, а не лошадьми. 19-й, конечно же, век, неоклассика здесь появилась в 19 веке. И является Тивили одним из символов Мадрида, потому что и голуба. С правой стороны вы видите дворец коммуникации. Помните, я в Барселоне обращала ваше внимание на дворец коммуникации, почты и телеграмма Барселонского 19 века. И сказала вам, чтобы вы запомнили, как оно выглядело, чтобы сравнить с Ватрицкой. Так вот, мы сейчас напротив величайшего, одного из самых красивых зданий этого города. На сегодняшний день дворец коммуникации, когда-то почта и телеграмма. Серьезно. Если не надо, я знаю. Против дворец Линарес. Когда-то принадлежал, с левой стороны, сама Цибелия, богиня Цибелия, уже с головой. Справа дворец Линарес, еще правее ворота Алкала 18 века, 1718 года они были построены. Дворец Линарес был построен по приказу буржуаза Линареса для его семейства. Это был политический деятель, а сейчас это политический дворец. Все политические принятия президента Сапатэру происходят именно вот здесь. Еще раз обращаю внимание на войну Цибелия. Фонтан и в то же время просто... ...как сегодня... ...этицы Алкала, потому что она идет от ворот. Дело в том, что... Посмотрите, пожалуйста, вот на этот купол с крылатой женщиной. И я вам хочу просто... ...вас немножечко хочу сориентировать, хотя еще мы будем с вами ориентироваться. Направо сейчас отходит улица Гран-Вия. Одна из самых центральных, если не самая центральная, самая красивая, самая богатая улица. Вот она ушла направо, а мы продолжаем по улице Алкала. Наш отель находится прямо здесь. И я хочу вас предупредить, что две сегодняшние звезды, это не вчерашние две звезды. Уровень намного ниже и хуже в нашей гостинице. Дело в том, что у нас одно величайшее преимущество, это самейший центр города. И близко к абсолютной компании Церковь Святого Иоанна. Существует такой стиль... ...это семейное отель. ...в нашем крае, в Мадриде. ...в нашем крае, в Мадриде. Но это единственное скалинное здание, которое сбухонилось на этой гостинице. ...вы на этой гостинице. ...вы на этой гостинице, когда была королевская гость. Сейчас здесь заседает Совет автономной области. Наверху это самые точные часы, колокольные, откуда и встречается Новый год. Самый так же коммерческий центр. Вот вам направление на абсолютно все магазины. Вот улицы. Все вот эти, это закрытая площадь. И от нее отходит улица. В самые разные стороны. Они абсолютно все заберуты. Самыми разными видами магазинов. Если вы хотите что-то покомпактнее, вы можете после десяти ночи располагаться самые розоваясь. Дамочки. А иногда и с такими дамочками, такие на короткие юбки, сумочками. И поэтому здесь проходит. Вот от этой двери, на двери. Вот тут, да. Сейчас где-то было. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Рынок 16 века. И, конечно же, у нас больше. Это вот этот дом. С этой стороны, вот это здание, левее вот этого, в этом мире, оно еще старше возраста. Это дом Лиханы, Луханы. Дом Луханы, значит, это такая фамилия испанская. А Луханы был кардинал. И его племянник был от инфектора. Построил именно этот дом, это был еще один межуазский дом. Рада, ты маленькая, а мэрия большая. Дунай-бар-де-бассада. Это генерал и армада. Видимо, армада потом проиграла Англия. Она говорила, что в каждом городе, как собор, может быть только один. Все остальные это церкви, часовни, храмы и так далее. Кафедральным является только один. В Мадриде небольшое исключение. И то, конечно, со своим объяснением. Вот эта церковь, это не главный кафедральный собор католический города, но он тоже считается именно собором, а не церковью. Почему? Это кафедральный собор военных. Именно для военных. Он отведен для военных служб. Все, что касается полиции, любого вида. Вы, если заметите, здесь полиция локал, полиция национал, гвардия севиль. Это все разные участки, это все разные направления. Одни занимаются криминалистикой, другие занимаются дорожным движением. Вот этим розовым зданием. Это кафедральный собор. Святой Аль-Мудены. Дева Святой Аль-Мудены. Я вам расскажу, почему он так назывался. Кафедральный собор. Девы Аль-Мудены. Читают красными и красивыми достопримечательностями этого города. С одной стороны, кафедральный собор имени Девы Аль-Мудены. Например, до этого мы очень часто встречались с собой Девы Марии. из Великой Девы Марии, просто потом были категоральные соборы. Но очень часто в каждом городе категоральный собор имеет богоматерь, та же самая богоматерь Дева Мария, в разных городах имеет разные имена, связанные с разными событиями, с разными историями, которые происходили. В данном случае то же самое. Во-первых, этот собор, он очень-очень молодой. Мы начали его строить в 3-й, 4-й, 19-го века. То есть совсем как землетрясение. Эти спаршины очень-очень приняты, а с людьми в Мадриде, аль-Мудену очень принятое женское имя. Ина, конечно же, сейчас в богоматерь находятся на соборе, и забор, и на своей деревне. Видите, вот здесь у нас сейчас идет ремонт, намного дальше, вот к концу, в последний... В леске двоец. Конечно, он уже будет вынимать пакет. Вот, смотри, раз, и убирает все, видишь, а то штрафует. Да, 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 да. Вот по-испански это восток, потому что вот это восточный фасад. Здесь уже получше и национальная архитектура. То есть это неоклассика, потому что здесь, вроде здесь, мы опять возвращаемся к греческим колонам. Это классика, но так как она новая, 19-го века, неоклассика. Но видим небольшое влияние барокко на вот, на таких громадных фигурах и сдачных. Там полка похожа, чем на королевский дворец. Там все было покрытие, и не могут быть королевы. И ее убрали с власти, и тогда началась первая республика, когда даже монархия еще не продолжила. Конечно, площадь неухоженная, просто пустое пространство, где собирались музыканты, играли, где собирались артисты, которые просто между собой сделали небольшие сцены, просто чтобы развекся и так далее. Но это выглядело немножечко неадекватно для королевского дворца. Так вот, у Савель II появилась идея, и она подумала, что разве уж так, разве уж не собираются артисты. И раз уж им негде передавать повестку, давайте построим королевскую оперу. И она не делает построить королевскую оперу, которая стоит вот прямо напротив нас. Королевская опера XIX века. Здесь бывшие главные и знания королевской оперы, которые проводят самые ранние концерты. В основном классические музыки. Все короли испанского монархия. Эти короли должны будут стоять вот по всей... Иди, вот там... Чтобы им не поставим значениям больше, чем своим искусством. Видите, он стоит спиной к королевскому дворцу. Потому что, несмотря на то, что конная статуя сама Филиппа IV, посвящена она именно Исабы II, которую лишили крона, вот на область. С картины Веласкеса. Лучная копия лица. Все, берем весь. С головой. Оперный театр. Оперный театр. И взять название площади. Клажа Харьенко. Оперный театр. Оперный театр. Оперный театр. Не пойдем. Вот это Доминго поездка. Дорогие на родичке. Да. Вот сюда. Доминго. С этой стороны дворец интереснее. Да. Один из архитекторов и скульпторов этого проекта Королевского дворца. Сделаны полностью в Версальском стиле, в полнейшем Версальском стиле. Теперь я хочу вас немного сориентировать. На сады я вам даю пятнадцатую свободу в плане города Мадрид. И прямо на этой же площади находится монумент Сервантесу, писатель Сервантесу. Большой белый монумент самого Сервантеса. И внизу Донь Кихот и Санчо Панса, прямо перед ними. Дело в том, что она сейчас сгруппается туда, очень далеко, там лестница, подземный переход и так далее. Поэтому я хочу, чтобы вы просто знали где это. И на самом деле мы пришли делать... Она нет, не средняя. Нет, нет, нет. Это самая маленькая песня. Это государственная. Ее получают все. Поголовно. Памятник Сервантесу. Тонкий хлоток. Тонкий хлоток. Тонкий хлоток. Не столкай меня. Видишь, я снимаю. Пролезай сюда. Групповая партия. Групповая партия. Групповая партия. Групповая партия. Групповая партия.